Не получается из-за меня динамичный блогер, понимаешь? Не получается. Можно легко исправить. Всем привет! Подписывайся на мой канал, запоминай, ставь лайк! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Привет и добро пожаловать! Сегодня я хочу рассказать вам, дорогие друзья, вот о чем. Недавно мне хватило ума, или, может быть, не хватило ума, неважно, купить новый компьютер. Мой выбор пал на MacBook Pro 16 дюймов M1 Max. Я решил, что нужно собрать монстра, и взял себе компьютер с 48 гигабайтами оперативной памяти и 4 трабайтами дискового пространства, ну или SSD, как это у нас называют. Мне что, не хватало предыдущего компьютера? Спросит здоровый подписчик. Хватало. У меня был прекрасный MacBook Pro 16 дюймов M1 Pro, который справлялся с моими рабочими задачами получше большого студийного компьютера, который был у меня на московской студии. И, в общем-то, я просто не мог нарадоваться, потому что с самого момента покупки этого компьютера каждый раз, когда я его включал, открывал, я получал удовольствие и эстетическое, и профессиональное, потому что компьютер, а, был безумно производительным, б, не шумел, в, нормально выглядел, г, почему я перечисляю вообще буквы на русском языке, я не понимаю, ну ладно, не важно. Это же не ABCD, правильно? Мне очень нравился M1 Pro, в нем все было хорошо, он был суперпроизводительным. Никаких вопросов. Единственное, что мне сильно в какой-то момент надоело, то, что у меня всего лишь 1 терабайт дискового пространства, мне постоянно нужно перекидывать проекты на какие-то внешние диски, а хотелось почувствовать себя просто в постоянном кайфе и не думать о том, что у тебя заканчивается дисковое пространство. Тут я увидел ролик на YouTube какого-то чувака, который сказал, и я купил себе 8 терабайт. Я подумал, я куплю себе тоже 8 терабайт. Зашел на сайт Apple.com, посчитал конфигурацию и понял, что я не куплю себе 8 терабайт. Ну просто, короче, жаба задушила. Можно было бы, и ничего страшного. Подумаешь, продал 1 восьмую микрофона. Но с другой стороны, мне показалось, что 8 терабайт это лютый перебор, поэтому я заказал себе конфигурацию с 4 терабайтами. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, как M3 Max, потому что это на данный момент самый монструозный компьютер для музыкального производства, как он себя ведет по сравнению с M1 Pro. Как он справляется с повседневными задачами, как он рендерит, насколько быстрее он работает и так далее, и тому подобное. Поехали. Итак, чем M3 Max отличается от M1 Pro? На первый взгляд, ничем. Технически это выглядит как точно такой же компьютер. Но на самом деле, разница между первым поколением чипов Apple Silicon и M3, их можно назвать третьим поколением, я думаю, довольно большая. Это первые чипы в линейке, произведенные по 3-нанометровому техпроцессу. Это то, что нам с вами придется наблюдать в ближайшие несколько лет. На данный момент это лидирующая технология в производстве процессоров, и они показывают себя очень эффективно в самом широком ряде задач. В этом, конечно, можно убедиться по десяткам бенчмарков на YouTube, в видосах, где люди запускают Python и смотрят, как рендерятся объекты в 3D-редакторах. Но нас с вами это, к сожалению, не интересует. Конфигурация, которая сегодня у нас с вами на столе, как я уже говорил, оборудована процессором M3 Max. Там у нас есть 48 терабайт памяти и какое-то несметное количество графических ядер, которые, казалось бы, нам с вами не нужны. Но вот в чем проблема. Сегодня, помимо того, что мы занимаемся звуком, мы еще и занимаемся видео. Там за камерой есть человек по имени Иван, которому предстоит на этом компьютере рендерить наши сложнейшие многочасовые влоги. Поэтому мне показалось, что ограничиваться и брать минимальную конфигурацию M3 Max тоже не стоит. Поэтому я обратился к конфигурации. Давайте-ка я уточню у компьютера, какой конфигурации. Это версия с 16-ядерным процессором. Бывают с меньшим количеством ядер, бывают с большим количеством ядер. Некоторые утверждают, что рабочие станции не умеют равномерно распределять нагрузку между ядрами. Я точно знаю, потому что уже нахожусь в тестах этого компьютера не первый день, что Reaper прекрасно распределяет нагрузку между всеми ядрами. И это мне очень нравится. Какие тесты я считаю для себя необходимым сделать? Я хочу посмотреть, насколько производительнее и быстрее работает мой Reaper. Сколько можно загрузить, да-да-да, одинаковых инструментов, пока Reaper не начнет гличить. Хорошо, мы сделаем это. Я хочу посмотреть, как работает iZotope RX в режиме, которым я пользуюсь постоянно. Это Spectral De-Noise и Master De-Click. И просто рассказать вам о своих впечатлениях. Интересной, на мой взгляд, особенностью еще первого появившегося MacBook M1 Pro является то, что наконец-то Apple дожала то, что важно для нас с вами. А именно усилитель для наушников стал поддерживать высокоомные профессиональные наушники. И теперь при помощи MacBook можно, в общем-то, спокойно раскачивать высокоомные уши, что уже прекрасно. И очень сильно вложились они в разработку и оптимизацию системы микрофонов. В принципе, я еще не тестировал микрофон на M3, но на M1 Pro микрофон звучал намного лучше, чем на всех лэптопах предыдущих поколений, сделанных на процессорах Intel. Ну, дело тут, конечно, не в процессоре, а в микрофоне, но, тем не менее, на микрофоны MacBook Pro серии M1 можно спокойно при желании записать демку, не знаю, акустическую гитару, контрабас или даже барабаны. Мы, конечно, можем сделать видео, как мы записываем всю песню на MacBook, но мне лень таким заниматься. Немножко о моих впечатлениях от работы. Я прямо в рабочем процессе, как нельзя делать и нам всегда запрещали, перенес все свои текущие проекты с компьютера на компьютер. Это очень легко делается. Кстати, если кому-то из вас нужно воспользоваться функцией Migration Assistant, я настоятельно рекомендую не делать это по Wi-Fi, а использовать кабель Thunderbolt 3 или Thunderbolt 4 для подключения двух компьютеров друг к другу. О чем речь? В macOS есть функция Migration Assistant. Когда вы открываете новый компьютер, он предлагает вам перенести данные из бэкапа или перенести данные с любого другого компьютера, либо настроить компьютер как новый компьютер без всего. Для этого вы указываете сеть Wi-Fi, потом компьютеры друг друга в ней находят, подключаются напрямую и происходит процесс переноса данных с одного компьютера на другой. Таким образом, когда вы открываете новый компьютер, на нем уже все ваши настройки, все ваши пресеты, все ваши личные данные, в общем, все скопировано так же, как оно было на предыдущей машине. Но есть одно но. Скорость копирования при подключении peer-to-peer, при подключении компьютеров друг к другу напрямую по беспроводной сети составляет около 90 Мбит в секунду. Это довольно высокая скорость, если вы качаете себе плагины, но довольно низко, если вам надо скопировать терабайт информации. При подключении компьютеров друг к другу через протокол Thunderbolt скорость копирования примерно 1600 Мбит в секунду. Это намного быстрее, и вся процедура займет сильно меньше времени, так что обратите на это внимание. Итак, мои впечатления от работы за первые несколько дней. Ну, во-первых, я перенес практически все без каких-либо видимых ошибок и проблем, поскольку миграция производилась не с компьютера с процессором Intel, а все-таки с M1 Pro на M3 Max. Если бы мне пришлось иметь дело с переходом с Intel компьютера на Silicon, да, пришлось бы переставить большое количество приложений заново, скачать новые дистрибутивы плагинов, переустановить их заново. В данном случае при переходе с одного M1 на M3 Max я практически не испытал никаких проблем. Несколько плагинов, например, старый Relab 480-й, не завелся с первого раза, его пришлось переустановить. Да и, по-моему, все. Ну, то есть, грубо говоря, система скопировалась один к одному. Важно было только перенести и деактивировать лицензии плагинов с моего старого компьютера на новый компьютер. Этот процесс занял несколько часов суммарно, грубо говоря, одним вечером одного дня я это сделал, потом на следующий день я попробовал запустить проекты, столкнулся с этой ошибкой с Relab, перепроверил каждый канал, реактивировал лицензии, потому что, например, плагины от компании Waves, которая довольно, скажем, прямо мерзко себя ведет и продает нам при покупке плагинов, помимо необходимости покупать еще и апдейт-план каждый год, продает нам только одну активацию. То есть я хотел для этого видео, чтобы у меня была возможность запустить параллельно одну и ту же сессию на двух компьютерах и сравнить производительность. Это невозможно сделать без переноса лицензии. Тем не менее, мне удалось это победить. В общем, за буквально несколько часов я запустился на новой машине и уже свожу стерео, свожу Atmos и монтирую видео. Все это работает, проблем нет. Скорость работы машины меня страшно впечатляет. Мы сегодня с вами посмотрим на Blackmagic Disk Speed Test. Это такая программа для того, чтобы посмотреть скорость работы жестких дисков, ну, SSD дисков в данном случае. Установка приложений занимает ощутимо меньше времени, перенос данных занимает ощутимо меньше времени, создание архива занимает меньше времени. Ну, в общем, я так понимаю, что на этом компьютере я буду экономить больше времени, чем на предыдущем. В целом, все ощущается намного более производительно, даже по сравнению с M1 Pro, который, в принципе, покрывал большинство моих рабочих задач. Местами создавались ситуации, в которых я сводил проект, и вдруг в какой-то момент мой предыдущий компьютер на M1 Pro начинал потрескивать, выдавать какие-то ошибки. Я расстраивался, думал, что я купил что-то плохое. А потом заходил в настройки, обнаружил, что я свожу на буфере 256. Поэтому, в принципе, если ты работаешь на 1024 или 2048, перегрузить M1 Pro мне было сложно. Практически все проекты работали без нареканий. Но с этой машиной я понял, что теперь я, видимо, никогда не перегружу и могу спокойно пользоваться любым количеством самых производительных и сложных файлов. А быстрые и жесткие диски, быстрые SSD позволяют, конечно, быстрее работать со всякими ужасными плагинами типа Акустика Аудио, о которых мы поговорим в отдельных видео. Что еще из приятного? Новый компьютер другого цвета. Он черненький. На нем меньше остается отпечатков, следов рук и прочего. Я не знаю, насколько это важно. Новый компьютер чуть-чуть более яркий, что, в общем-то, хорошо, если вдруг я окажусь с ним на какой-нибудь полевой записи или на Open Air фестивале. Мне будет стремновато, конечно, но я все равно буду его таскать. В остальном этот компьютер точно повторяет дизайн предыдущего поколения с одним небольшим исключением. M3 Max греется ощутимо сильнее, чем M1 Pro. Поэтому, если все, и я в том числе, были в восторге от того, что M1 Pro практически не шумит кулерами по сравнению с Intel'ом особенно, то M3 Max чуть-чуть пошумнее. При, ну скажем, менее ресурсоемких операциях он начинает подключать кулеры для охлаждения системы. Однако, если в настройках управления батареей переключить профиль работы с High Power на Low Power, мы практически не потеряем в производительности машины, но сделаем ее абсолютно бесшумной. Ну, настолько, что при компьютере в комнате можно спокойно записывать вокал, гитару или что бы то ни было. Предлагаю теперь покопаться в том, как эти компьютеры себя ведут в обычной повседневной работе с музыкой. В общем, пока тест был довольно примитивный и простой, я использовал синтезатор Arturia Profit 5. Взял небольшой MIDI-луп, совершенно не гениальный, очень примитивный. Чудеса, чудеса. Поэтому я не пишу музыку, друзья. На M1 Pro, я понимаю, что это не лакмусовая бумажка, но это один из тестов, у меня получилось 209 инстанций, то есть 209 треков с загруженным синтезатором Profit 5 до тех пор, пока компьютер не начинает иногда чуть-чуть полагивать, пощелкивать, потрескивать. В случае с M3 Max в данный момент это 425 треков. То есть в данном контексте получается, что M3 Max в два раза, даже больше, чем в два раза, производительнее, чем M1 Pro. Это не показатель, поэтому мы сейчас посмотрим, как он себя ведет с изотопом, как он ведет себя с плагинами. Вообще можно начать с плагинов. Давайте, окей, я возьму каналы с лупом и это останавливаем. Да, ну и, конечно, при такой нагрузке он начал шипеть кулерами. Сейчас это 95%. Когда я открыл проект, только перенесенный с M1 Pro, он показал мне 10% нагрузки на процессор и что-то там 7% real-time CPU. Это было довольно странно. Точные цифры будут где-то вот здесь вот в видео, потому что я сделал скриншоты, но не запомнил сами цифры. Теперь мы попробуем пойти не от обратного, но, в общем, поступить иначе. Я создам еще один проект. Да, это Reaper. Мы параллельно пишем звук моего голоса сюда, а не в камеру, потому что Ваня ходит со стабилизатором и как красавчик снимает весь этот ад. Бредель сумасшедшего. Мы возьмем барабанный луп. Какой же самый... Вань, как думаешь, какой самый лютый плагин по производительности нам взять? Кроме акустики аудио или акустика аудио? Все меряют, знаешь чем? Акустика аудио gold. Этот процессор смог вытянуть 10 акустиок. Pro-A на 64-м оверсамплинге. Ты имеешь в виду Pro-A 2 фаб-фильтр? Да ладно уже, давай gold. Что мы, нищие что ли? Давай возьмем плагин Soothe. Он же прекрасный. Классно. 4-х кратный оверсамплинг. Resolution, ультра или мне нужно max. Это шутка была про процессор, извиня. Дизайнерский сэмплер. Ну, окей. Если это занимает 1% процессора, давайте нажимать Duplicate и мучить систему до бесконечности. Duplicate track. Сейчас мы будем дублировать эти каналы до безобразия. Наверняка есть какой-нибудь экшен, который позволяет произвести последний экшен. Но мне лень, поэтому я буду дедовскими методами. Сейчас у нас 30%, реал-тайм CPU 3%. Ну, и нам придется прилично еще это делать. Интересно, будет ли в это время писаться звук нормально? Как считаешь? Думаю, да. Я тоже так думаю. Это же M3 Max. О, M3 Max. M3 Max. Стильный, стильный продакшн. Как в лучших домах Лондона. Ну, смотри, вот тут мы начинаем с ума сходить уже. Это, соответственно, 80... Вы можете... На самом деле я могу отключить звук. У меня вот здесь на экране внизу видно, когда происходят ошибки драйвера. Сейчас они происходят все время. Это 93%... Ну, в общем, пиковая уже нагрузка. В данный момент у нас с вами... Давайте узнаем, сколько треков. 64%. Учитывая 4-х кратный оверсэмплинг и ультра режим ультра-квалити. Хорошо. Давайте убирать и ждать, пока все заработает обратно. Почти. Окей. Слишком хорошо. Добавим один. Кулера взлетают. На 53 треках он начинает подгличивать. Но я напоминаю, что мы используем в максимальном режиме качество, в максимальном оверсэмплинге все. Теперь, я даже не знаю, стоит ли мне для этого создавать. Слышите, как кулера полетели? Насколько корректно снимать на видео такие манипуляции, наверное, талантливые люди делают при помощи скринкастов. Но можно и такие. Вот если его на PowerAdapter переключить в режим Low Power, то через какое-то время он остынет. Будет тянуть чуть меньше, но перестанет шуметь. Нас с вами это сейчас не интересует, поэтому мы возьмем другой компьютер, пока тот остывает. И добавим сюда Суд. Все, слушайте, этот компьютер замолчал. Давайте узнаем, чанит он или нет. Нет. Но вот 40 Суд 2 вполне хватит в режиме Low Power. Я не знаю, насколько это классно. Мы, кстати, запомнили, сколько было? 54? Я запомнил. 54. Сусом сейчас их 38, 34. Компьютер стоит на коленях, скажем так. Попробуем сделать 32. Все равно кряхтит. Ну и задержка, в смысле, не задержка, а нагрузка сейчас 88, 89 процентов. Real-time CPU 65. Вот 26 треков. Все, 28 кладет. То есть 27 треков мы можем себе позволить СУЗ 2, потому что на М3 было 54 трека, что говорит нам о том, что практически в два раза производительнее получается в реал-тайм-аудио систему. В режиме, когда мы включили его Low Power Mode, получилось 40 треков. Все равно это впечатляет по сравнению с 27 треками на М1 Pro. Получается, что мы, в общем-то, уже в выигрыше. Хотелось бы еще посмотреть диск спид-тест Blackmagic, что мы сейчас сделаем обязательно. Blackmagic Disk Speed Test это утилита или утилита, не знаю, неважно, для тестирования скорости работы дисков. Поэтому мы нажимаем Speed Test и он на разных форматах видео проверяет скорость записи и скорость чтения. Слева Write это запись, как ни трудно догадаться, справа Read это чтение. Да, звук у нас будет странный, потому что микрофон стоит вот тут, в этом углу кадра. Пока что запущу тот же самый тест на этой машине. Странно, что нет прогресс-бара для этого теста. Он показывает совместимость с форматами видео. То есть мы можем работать с 12К 60 кадров в секунду, читать и писать в формате ProRes. А Blackmagic Row даже 12К DC. Давай снимем следующее видео в 12К. Ну давай, дружочек. Чтобы это можно было смонтировать только на твоем новом M3 Max. Да, давай, стеби меня полностью. Боже, какое дерьмо. То мы можем посмотреть скорость записи в разных форматах. Вот 1080 HD. Здесь получается 15500 запись, а там 18500. Чтение здесь 14100, там 14100. Ну плюс-минус то же самое. Ну там чуть-чуть побыстрее запись. Ну как сказать, ощутимо побыстрее запись по всем форматам. Ну как и здесь видно, 7500 Мбит в секунду запись, а здесь или Мбит в секунду. Я же тупой звукорежиссер, а здесь 57006, а чтение 5700, а здесь чтение 5200. Ну то есть они находятся рядом, скорее всего там стоят схожие модули SSD. Всей правды мы не знаем, обратитесь на какой-нибудь iFixit или к тем, кто знает всю правду. Но однозначно скорость работы дисков здесь быстрее. Теперь я хочу посмотреть на iZotope RX. Это программный пакет, которым мы с вами все пользуемся, но те, кто не занимается звукорежиссурой, слава богу, не занимайтесь звукорежиссурой. У меня для этого есть, а что, нам подойдет вот эта песня, какая-то песня, которую мы в адаптивном режиме, в максимальном качестве 10.10 и здесь алгоритм Advanced плюс Extreme сейчас пропроцессим в iZotope. Нажмем на рендер и посмотрим, сколько времени это займет. Рендер идет. Я бы еще сделал, конечно бы, там, рендеринг 4K видео и не знаю, удаление фонов и суперкрасивые эффекты, но я не умею их делать в видео, поэтому не смогу вам показать. Я уверен, что эта машина, поскольку у нее 40 GPU, конечно, будет мощнее, чем эта с 32, но, возможно, разница будет не такой уж и большой. А пока это происходит, я открою, я обратно переведу этот компьютер в режим High Power, чтобы все было очень мощно. и мы с вами посмотрим, как работает RX-TUD, если он вообще работает. Здесь рендер произошел за 1 минуту 19 секунд на M1 Pro, сейчас мы узнаем, что нам на это скажет M3 Max. Правда, тот компьютер еще пишет аудио, и у него подключены еще 2 монитора в этот момент, то есть он может гипотетически испытывать чуть-чуть более сложные времена. 9 секунд разница, друзья. Здесь получилось на M3 Max у нас 1 минута 10 секунд, а на M1 Pro 1 минута 19 секунд. О боже, как много! Стоило ли переплачивать за это 5000 долларов? Узнаете в следующем видео. Я не знаю на самом деле, но по нагрузке, конечно, в реалтайме мне кажется, что это большой-большой прирост. Соответственно, больше плагинов я могу использовать, позже сессия начинает запираться, быстрее открывается проект, ну и больше того, проекты, в которых я уже работаю сейчас, загружаются быстрее и работают, если я здесь работал на 2048 буфере, здесь я уже работаю на 1024, а если я вдруг работаю на 2048, то я могу безлимитно использовать столько плагинов и ресурсов, сколько мне нужно. Открыл проект на новом компе случайно на 256-м буфере. Все играет. Красота, кстати, какая. И, конечно, для меня еще важно, что я могу стримить без проблем, с чистотой кадров и с тем, что все будет скакать на экране, не переживать за параллельное использование нескольких приложений. На мой взгляд, этот компьютер, это, ну, такой зверь современности. Я надеюсь, что мне хватит на несколько лет. В принципе, есть такое правило хорошее. Чем больше ты тратишь на компьютер, тем реже тебе нужно будет его менять на более новый. Если у вас есть вопросы, связанные с произошедшим или с происходящим, или же с происходившим, обязательно не забудьте об этом написать в комментариях. Если вам хочется, чтобы я рассказал о чем-нибудь, о чем вы еще не знаете, обязательно напишите об этом в комментариях. Если вам хочется, чтобы канал Рос развивался, поддержите его каким-нибудь образом, поставьте лайк, отправьте какой-нибудь криптодонат или еще что-нибудь полезное сделайте. Если вам хочется добавить перчинки, напишите какую-нибудь гадость в комментариях, главное напишите ее грамотно и аргументированно. Мне кажется, на этом все. Если вдруг я придумаю что-то еще, обязательно добавлю. Спасибо, что смотрите. С вами был Илья Лукашев. Муа!